Австрийский гонщик, траекторный чемпион Формулы-1 Микки Лауда утверждал, что на трассе нельзя долго задумываться над принятием решения. Лучше принять хоть какое-нибудь, чем никакого вовсе. Какие решения принимает украинский гонщик, вы узнаете из сегодняшней программы. Сегодня в программе. Это лучший авто для зимы, но самый неожиданный автомобиль для гонщика. Вот после вот таких вот неудач собирать все в силу воли в кулак и начинать сначала. Потому что к любой победе ты идешь постепенно. Сегодня в шикарных историях покоритель асфальта, повелитель коробки передач, чемпион Украины по картингу и шоссе на кольцевым гонкам Игорь Скус и его автомобиль. Автомат. Подходит ли гонщику? Конечно, подходит. Мне вообще моя карьера в картинге сложилась больше с автоматической трансмиссией, так как картинг у меня был без коробки передач. Поэтому это для меня близко и родное. Отлично. А то, что здесь нет тормоза? Ну, это тоже не сильно меня расстраивает. Гонщикам тормоза не нужны? Да, нет. Игорь Скус. Профессиональный гонщик. 27 лет назад в автоспорт его привел старший брат. На данный момент Игорь чемпион Украины по шоссе на кольцевым гонкам в классе Туринг Лайт. Хобби – путешествие. Свои жизненные ценности, честь, совесть и порядочность с детства прививают любимым дочери и сыну. Все мальчики мира в детстве мечтают стать миллионерами, космонавтами или гонщиками. Два вопроса. Мечтал ли ты об этом? И второе. Оно того стоит? Конечно, стоит. Каждый мальчик, потом юноша и мужчина, рано или поздно все равно приходит к автомобилю. И очень маленькое количество людей, которые им не интересуются. Поэтому я считаю, что особенно мальчики болеют автомобилем. И все начинается именно с таких машинок в развлекательных центрах. И потом дальше каркинг и большой автоспорт. А к чему должны подготовиться родители мальчика, который покатался на такой фиолетовой пластмасске и понял, что теперь он будет гонщиком? Ну, конечно, в первую очередь они должны быть готовы финансово. Запастись терпением и большим желанием и своим ребенка. Но ты можешь назвать приблизительно бюджет начинающего гонщика? Кстати, во сколько лучше начинать? Лучше начинать в 6 лет. В 6 лет, потому что это как раз такой прекрасный возраст. Если правильный тренер, правильный подход, с него можно слепить настоящую звезду. Хорошо. Вот 6-летней будущей звезде. Сколько вливаний понадобится для первоначально? Вот на первый год. Первый год. Ребенка ведут к хорошему тренеру. Ему нужно становиться гонщиком. Ему нужен комбинезон, машина, бензин, резина. Опять же, мы говорим о фирменной технике, о фирменной экипировке, о всем самом лучшем и лучшем. 5-6 тысяч долларов. Это за спортивный сезон. Достаточно ли автоспорта для того, чтобы содержать себя и семью? Или нужно все-таки иметь дополнительный источник заработка? Зачем кривить душой? Конечно же, надо иметь и другой, и третий, и четвертый, а лучше и пятый дополнительных доходов. Потому что автоспорт на одних спонсорских деньгах не строится. Это только красиво все показывается в фильмах и преподносится. На самом деле, это очень большие затратные части. Это колоссальнейший, колоссальнейший объем работы, который проделывается. И все равно без своих вложений дополнительных это все равно не обходится. Ну, а ты бизнесом рано начал заниматься? Ну, достаточно да. Достаточно да. Это произошло где-то в 14 лет. Хорошо, вот чем ты занимался в 14 лет? Что тебе даже хватало еще и на обслуживание своего карта и своего хобби? Занимался ремонтом автомобилей. Автоматически, когда ты занимаешься автоспортом, ты в автомобиле, хочешь не хочешь, начнешь разбираться. Если на них не будешь разбираться, ты никаких реальных успехов не достигнешь. Это все переросло в разряд станции технического обслуживания. Там, где работали я, мой брат. Ну, вот так вот оно все и пошло. Что же, ты как у тебя вся жизнь вокруг автомобиля крутится? Все, у меня такое впечатление, как будто я родился в автомобиле. В автомобиле, в котором ты сейчас сидишь, можно охарактеризовать тремя словами. Пластмассовый, фиолетовый и без тормозов. Вот ты можешь тремя словами охарактеризовать свою идеальную машину? Красивая, то в первую очередь. Красивая, быстрая и дерзкая, я бы так сказал. Ну, тогда я предлагаю пойти и смотреть на твою красивую, быструю, дерзкую. Пойдем посмотрим. Ну, послушай, это лучшее авто для зимы, но самый неожиданный автомобиль для гонщика. Почему-то, я вам уверена, что если гонщик, значит, ездит на спортивном даже зимой, даже в сугробах. Почему? Почему джип? На самом деле, потому что он, наверное, комфортный. Хочется спокойствия и знать, что асфальт, бездорожье, даже вот сюда, куда мы приехали, он везде проедет. Представь, пожалуйста, свой автомобиль. Это Range Rover Vogue Super Charge. От базовых версий спортивную модификацию Super Charged отличить несложно даже внешне. Металлическая сеточка на решетке радиатора, боковые вентиляционные отверстия и хромированный шильдик на задней двери. В списке метаморфоз также присутствуют новые передний бампер, фары, задние фонари и роскошное 20-дюймовое литье. Создатели преднамеренно сохранили силуэт и основные черты прародителя. Рубленный нос, толстые задние стойки с характерным углом наклона, горизонтально разделенную багажную дверь и капот, похожий на половинку раковины моллюска. Но при этом он не выглядит пришельцем из прошлого. Range построен на стальном монококе. У него несущий кузов, а пневмоподвеска позволяет изменять клининс. Есть тут и специальные функции для езды по ледяной дороге, преодоление пересеченной местности, карабканья по камням и фирменная функция помощи при спусках по скользким холмам Hill Descent Control. Салон Range Rover напоминает интерьер океанской яхты. Очертания многих деталей, обилие дерева в отделке и безукоризненное качество ручного изготовления определенно навевают морскую тематику. А традиционная для Range Rover высокая посадка возвышает водителей над транспортным потоком, создавая ни с чем не сравнимое чувство комфорта и превосходства. Стандартный климат-контроль позволяет создать в салоне сразу три разных климатических зоны. Кроме воздуха, в салоне подогреваются все сиденья, лобовое стекло, само собой зеркала и даже кожаный обод руля. Крупнокалиберные органы управления весьма доходчивы. В список основного и дополнительного оборудования входят камера заднего вида, датчик давления в шинах, адаптивные ксеноновые фары, информационно-развлекательная система с двумя 6,5-дюймовыми экранами для задних пассажиров, новая система навигации и аудиосистема с 14 динамиками. Стоимость, переваливающую за 100 тысяч евро, как и у многих премиум-седанов, Range Rover оправдывает не только сравнимой с ними комплектацией, но и большей функциональностью. Как давно он у тебя? Ну, задержался. Год уже. А по каким критериям ты выбирал именно эту марку? По таким критериям, что он безопасный, он мощный, он хорошо держит дорогу, хорошо управляется, хорошо тормозит. В него помещается вся моя семья. Хорошо автомобиль знаешь. Основные параметры можешь назвать по памяти? Конечно. Это одна из самых полных комплектаций, самая приятная версия Super Charge. Это с объемом 4,2 и 400 лошадиных сил. Разгоняется он за 7,5 секунд до 100 км в час. А разгонялся ты пробовал? Нет, я не тестирую в таких режимах. У нее другие цели и задачи у этого автомобиля. Подожди, если ты не разгонял эту машину за 7,5 до 100, то откуда на ней вот такие вот интересные, знакомые, каждому водителю отметили. Ну, ты не поверишь. Это на самом деле произошло со скоростью 5 км в час. Потом я вообще остановился, и девушка на Хонде хотела меня сбить. Я уже и в бровку уперся, и сигналю ей. Но пока она не закончила свое дело, не проверяю себе пол бочины, она остановилась, вот тогда все закончилось. Так, подожди, а она пыталась как-то влезть в какую-то узкую? Ей надо было туда, вот туда вот. Уже там, где поворота не было, ей надо было вот туда, вот именно сейчас. Хорошо, и ты как человек бесконфликтный, как я понимаю, как ты реагируешь в таких ситуациях? Ну, я не буду кривить душой, я завелся, конечно. Выскочил из машины, подбежал, открыл, и когда увидел, что там сидит девушка за рулем, бейсбольную биту плавно переложил за спину, закрыл двери, пошел, и начал вызывать милицию. Ну, в таком случае я предлагаю сесть и попробовать ее в деле. Давай попробуем. Сто дюймовый универсал. Под таким названием началась работа над первым прототипом Range Rover. В то время утилитарные модели Land Rover находились на вершине популярности. Но руководство компании в середине 60-х годов прошлого столетия пришло к выводу, что рынок требует более комфортабельных полноприводных автомобилей. И в июне 70-го года Range Rover был представлен мировым СМИ. Внедорожник без преувеличения стал настоящим прорывом в дизайне и произвел заслуженный полу. В первом рекламном проспекте Range Rover говорилось о самом многофункциональном автомобиле в мире и слиянии комфорта седанов Rover с мощностью Land Rover и возможностями полного привода. Первый Range Rover выпускался в двудверном варианте с задним откидным бортом. Он мог похвастаться ходовыми качествами седана премиум-класса, хотя в нем еще не было отделки, присущей престижным автомобилям. В первой половине 80-х годов Range, ставший к тому времени безоговорочным лидером в своем классе, подвергся многочисленным изменениям и усовершенствовавшим. Помимо того, что был создан четырехдверный вариант, значительные изменения затронули и салон автомобиля. Виниловые сидения и первоначальный спартанский интерьер были заменены. Добавились кондиционер и первоклассная обивка салона. А появившийся чуть позднее Range Rover Vogue стал топовой версией признанного внедорожника. В 1996 году было выпущено уже 317 615 экземпляров модели первого поколения Classic, после чего производство этого автомобиля было прекращено. Range Rover второго поколения отличался еще большей роскошью и повышенным комфортом движения. В автомобиле все, от системы безопасности до самовыравнивающейся подвески, находилось под контролем новейшей электроники. Дизайн также эволюционировал, сохранив при этом многие черты классической модели. Регулируемая по высоте подвеска, дебютировавшая в конце существования Range Rover Classic, была усовершенствована для модели второго поколения и предлагалась в качестве стандартной опции. Новое тысячелетие ознаменовалось третьим поколением Range Rover. Он подтвердил свое звание самого универсального среди роскошных автомобилей с новым шасси, новой подвеской, новой трансмиссией и новым дизайном. А в 2005 в производстве запустили модель Sport. Range Rover 2007 модельного года продолжение развития третьего поколения. Его целостность дизайна, качество исполнения и безупречное родословное позволяет Range Rover сохранять лавры самого совершенного в мире автомобиля для активного отдыха класса и люкс. Кстати, говорят, что 70% всех Land Rover, которые когда-либо были построены, до сих пор верой и правдой служат своим владельцам по всему миру. в модельном бизнесе считается, что девочки друг к другу подсыпают какие-то булавки или кнопки в туфле или там какие-то специально делают гадости. Есть ли такое в гоночном спорте? Есть. В прямом смысле. Куча разных нюансов. Например? Например. Например, по-тихому могут тебе проколоть колесо. Шилом тоненьким таким, который будет спускать медленно очень. Такое мы тоже проходили в нашей практике. Такое было. А если ловят таких людей, что они делают? Я им не завидую. Что значит спортивное наказание? Как правило, поступается более банально. За команду едет 2-3 человека. Первые два едут на победу. Третий в простонародье молоток. он выбивает. Бьет, выбивает, держит, придерживает, чтобы эти двое могли воспользоваться преимуществом ехать в отрыв. Вот у тебя самая первая машина какая была? Самая первая. Да, на которой ездил по улице, но не по-русски. Ну, самая первая это у меня машина была, мне еще не было даже 18 лет, мне было 17, Рено 25, иномарка. Ну, конечно. Я тебе могу сказать, что 95-й год иномарка это космос, просто космос. Ну, первая машина она же запоминается. После этого был Гольф второй был, двухлитровый, заряженный. Потом было, ну, это все по молодости. Очень хотелось гонку. Потом после этого Audi 100, Audi A6, Volkswagen, автомобили на самом деле было очень, очень много. А почему? Это потому, что ты их убиваешь быстро? Или потому, что желание просто... У меня быстро пропадает к ним интерес. Больше трех месяцев у меня автомобиль не задерживается. три месяца? Три месяца. Нет, три месяца это рекорд. Это меня как перчатка. Я поездил, продал. Плюс это еще был как дополнительный бизнес, опять же. Ну, вот за последние пять лет какие были машины? BMW 7 была новая, 66-й кузов. В лонге такого цвета кофейный перламутр такой, супер спецзаказной цвет. Она ночью была черная, а днем она цвета кофе такой. А когда ты ее стукнешь, она осталась первой крапин. После этого пару там пролетело конечно было Lexus там один. Ну, из таких вот трех последних это был кубик Mercedes G55 компрессор, Porsche K&S и вот Range Rover. Сына будешь отдавать картину? Я бы хотел, но опять же оговорюсь, но я поступлю так, как поступили со мной в свое время. Я ему дам попробовать. Если ему понравится, я буду видеть, что у него горят глаза, и это его, я сделаю все, что от меня зависит. Тоже был такой курьезный момент. После финиша заезжая шестым, ну, состояние, ну, не знаю, даже чем это можно сравнить, душа с телом прощается, наверное. Усталость такая, руки нельзя поднять, а у нас после финиша все заезжают в закрытый парк, стоят весы, взвешивание это обязательный пункт. Должен быть минимальный вес, он должен был быть с картой 120 кг, не меньше, не на, может быть больше, но не меньше, по регламенту. Ну, и ставим мы на весы, остановлюсь, и мне не хватает 60 грамм. я смотрю на этот электронный и не верю своим глазам, не может такого быть. Как? Встали еще раз комиссар португалец, он говорит, ну, еще раз, я становлюсь, 60, я и так, и сяк, а он, там такого же нет, как в обычном спорте, что покупается, там все, обводится кружок, говорит, извините, ваш результат аннулирован. Кошмар. В чем исключительная особенность настоящих спортсменов? Независимо от того, автогонщики, они там, боксеры, волейболисты. Вот после вот таких вот неудач собирать все в силу воли в кулак и начинать сначала. Потому что к любой победе ты идешь постепенно. От монарших особ до рок-звезд, от олимпийских чемпионов до политиков, от звезд шоу-бизнеса до понтификов. Рендж-ровер, наверное, самый звездный внедорожник в истории. Судите сами. Начнем с гаража британской монархии. Королева Елизавета, например, владеет рендж-ровер всех трех поколений. Также пересеченную местность Туманного Альбиона с успехом преодолевают на своих ренджах принцесса Анна, принц Эндрю, а у принца Чарльза последняя модель полноприводного англичанина даже переоборудована под биодизель. Султан Брунея в прошлом богатейший человек на Земле имеет много рендж-ровер, включая эксклюзивную позолоченную модель для официальных церемоний. Один из папа-мобилей для Иоанна Павла II был построен на базе модели Классик с пуленепробиваемым стеклом. Также среди владельцев люкс-офф-роуда замечено 14-кратный золотой медалист Олимпийских игр Майкл Фелпс, женщина-космонавт доктор Мэй Джемисон, звезда передачи Топ-Гир Джереми Кларксон, сэр Пол Маккартни, легенда баскетбола Майкл Джордан, чемпион мира по боксу Майк Тайсон, ну и, конечно, целое созвездие мирового шоу-бизнеса. Легендарные актеры Джек Николсон, Мел Гибсон, Майкл Дуглас, Том Круз, Брюс Уиллис, актрисы Мэк Грайан, Николь Кидман, Кира Найтли, Памела Андерсон, Дженнифер Энистон и, конечно же, самые популярные голоса мира Мадонна, Род Стюарт, Гвен Стефани, Бритни Спирс. И, как вы понимаете, это далеко не полный список. Игорь, я думаю, ты слегка удивлен, зачем я привезла тебя, дитя асфальтовых джунглей, в эти, ну, скажем, дебри под Киевом, в которых асфальтом и не пахнет. Это типичная ролейная трасса, с которой ты, как правило, насколько я знаю, не имел ничего общего. Никогда. Вот я предлагаю тебе сегодня проверить известную поговорку. Не эту известную, которая говорит, что талантливый человек, талантливый во всем. Это все знают. А талантливый гонщик может носиться и гонять на чем угодно и где угодно. Поэтому я предлагаю сегодня на твоем, извините, джипе проехаться по раллийной трассе. Давай попробуем. Ну, вперед. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Но... Ой-ой-ой-ой-ой. Мне это все напоминает заголовок одной из старых советских газет. Срали в кювет! Игорь, ну как тебе? Чемпиону Украины по шоссейно-кольцевым гонкам понравилось гоняться на джипе по раллийной трассе? Честно скажу, я не в восторге. Потому что... А я в восторге! Честно скажу! Не, мы можем по-разному, если надо. Но все-таки асфальт это для меня родной. Я всю жизнь гонялся только по асфальту. И там действительно это моя стихия. Тогда, Игорь, спасибо тебе огромное за то, что сегодня побыл в нашей стихии, окунул нас в свою. Я безумно тебе признательна за сегодняшнюю программу. Думаю, что ты можешь ехать и радовать своим появлением работников мойки. А я, пожалуй, пойду пешочком прогуляюсь. Договорились, пока. Счастливо. Это были «Шикарные истории» и я, Даша Трегубова. С весной. Часто путешествуешь? Или просто живешь в селе Резня? Присылай фотографии смешных знаков и названий городов на имейл программы «Шикарные истории». Посмеялся сам? Дай посмеяться другу. В следующей программе. Слушай, ну так это же не автомобиль. Что ж ты меня сразу не предупредил? Это же просто агрегат. Вот ты его называешь машинка? Нет. Вот если он тебе перекрыл, поставил машину и ушел в ресторан, а ты просто стоишь, не можешь с парковки выехать. А потом ты ему делаешь замечание, просто человек достает пистолет. Теперь я понимаю, что рублевка и подол братья навсегда. Я остаюсь здесь. Мне здесь нравится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова